На основании указа президента Российской Федерации от 31 марта 2024 года, номер 222 и на основании приказа министра обороны с 1 апреля в стране, в том числе в Каспийске, стартовал весенний призыв. Сегодня в военкомате ребята уже проходят медицинский осмотр и призывную комиссию. Участие принял и заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Отметим, что с 1 января текущего года в связи с изменениями в законе к службе будут призываться граждане до 30 лет. Все граждане, достигшие 27-летнего возраста до 31 декабря 2023 года, они не подлежат призыву, а все остальные, кому исполняется в этом году 27 лет и далее до 30 лет, они подлежат призыву в ряды вооруженных сил. По словам военного комиссара города Каспийска Марата Пашаева, в марте уже были проведены комплексные работы. С самого утра в стенах военкомата Каспийска прошла коллегальная комиссия. По каждому призывнику будет приниматься соответствующее решение по всем направлениям, в том числе вопрос с отстрочкой. По результатам изучения призывником и вручения им повесток мы сделали небольшие выводы, что многие родители немножко способствуют тому, чтобы не получать повестки призывникам. Бояться этого не надо. Я неоднократно это всегда говорю, что призывная комиссия не является, если человек повестку получил, что сразу призывная комиссия примет решение его призывать в ряды вооруженных сил. Здесь, естественно, будут рассматриваться все вопросы. Я также разрешил всем родителям, кто желает, изъявляет желание с медицинскими документами прибыть на комиссию медицинскую. Тем временем в коридорах военкомата ребята проходят медосмотр. Некоторых из них одолевают легкое волнение. Но, несмотря на это, они обходят всю коллегиальную комиссию и готовятся к следующему этапу. Кроме того, военный комиссар города Каспийска Марат Пашаев обратился к родителям призывников, которые беспокоятся, что их дети будут отправлены на территорию проведения специальной военной операции. Все призывники по призыву, которые будут у нас отправляться в ряды вооруженных сил, не принимают участие в специальной военной операции. Я неоднократно это говорю. Это было указание Верховного Главнокомандующего президента нашей страны, приказ министра обороны есть. И они не принимают участие в специальной военной операции. Даже в четырех субъектах, которые у нас вновь созданы четыре субъекта, там тоже не будут они проходить службу. Если в войсках им будут предлагать заключать контракт, может такое быть, командиры будут предлагать им заключать контракт через определенное время, через два-три месяца или через полгода. Это личное дело каждого. После завершения подготовительного процесса будут проведены торжественные проводы всех призывников с приглашением родителей, волонтеров и многих других.